Социальная политика — это система идей, решений и действий государства, направленных на оптимальный климат в обществе. Как этого добиться, узнаем сегодня в студии. Это актуальное интервью. Я хочу представить нашего гостя, член Совета Федерации, председатель комиссии по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. Вы летом в июле ездили на Селигер, и там общались с молодёжью, и в том числе рассказывали о законе о молодёжи. Что это будет за документ, для чего он и что он будет регулировать? Да, молодёжь, честно говоря, ждёт закона. Есть две точки зрения. Что называется эмоционально-содержательное, которое волнует молодёжь действительно. А почему очень много законов посвящено социальной политике ветеранах, социальной политике, связанной с семейными делами, с поддержкой женщин. А вот проблемы у молодёжи как-то не вычлены в отдельном законотворческом таком инструменте. Есть другая точка зрения, которая говорит о том, что не надо отдельного закона о молодёжи. Надо сделать так, чтобы каждый закон включал в себя все возрастные группы и вмещал в себя. Надо их обособлять, да. Но мне представляется, что всё-таки отдельный закон нужен. Я попробую объяснить свою личную позицию, почему я выступаю за. Мне представляется, здесь важна даже не содержательная часть закона. Само собой, конечно, это всегда очень важный элемент. А сам важен факт, что государство признаёт, что есть такая категория населения, молодёжь с особым статусом, с особым отношением. Потому что это та часть наших граждан, которая передаётся эстафета поколений. И здесь важен, может быть, прежде всего закон, который будет, как мы его называем на языке законодательный, он будет прописывать какие-то основные правила, основные такие граничные вещи. Он не будет прописывать детали. Почему? Потому что молодёжная политика в основном реализуется в регионах. Как правило, мы знаем, что в каждом регионе есть комитет по делам молодёжи, они везде по-разному называются. Но, как правило, основная молодёжная миссия политики ведётся в регионах. Но есть ведь общефедеральные проекты, общефедеральные программы по поддержке молодёжных инициатив. Это связано и с научным творчеством, это связано с научно-техническим творчеством. Это темы, связанные с развитием прикладных технических видов спорта, чем молодёжи часто увлекаются, имеется в виду досафовские такие направления работы. Это имеется в виду развитие культурных направлений, новых видов спорта. Посмотрите, ведь в своём приветственном слове новый руководитель Олимпийского комитета заявил о том, что, скорее всего, будет пересматриваться тот объём видов спорта, который включается в Олимпийские программы. Буквально на глазах же меняется структура Олимпийских видов спорта. Посмотрите, какое количество появилось новых видов спорта, которых мы просто раньше не знали. Ну что, лыжи, хоккей, биатлон, всё, что входило в основном. А сейчас ведь появились такие виды спорта, которыми молодёжь увлекается. Вполне возможно, что и здесь. Поэтому я считаю, что закон такой нужен, он должен носить такой программный характер. Но то, что молодёжь должна увидеть, что государство выделяет целевым образом эту аудиторию, на мой взгляд, это важно с точки зрения поддержки молодёжной аудитории. То есть это будет поддерживать, так сказать, активную часть населения, молодёжи? Мне кажется, этот закон должен прописать некие такие, знаете, ну что называется, права и обязанности органов власти по поддержке молодёжи. И не вопросы за регулирование, должен быть комсомол у молодёжи или должен быть другой вид общественной организации. Не регулировать эту жизнь молодёжную, а наоборот, что называется, её поддержать. А сама жизнь молодёжных организаций, она должна быть на принципах, естественно, самоуправления и саморегулирования. Вы просили, и мы продлили. Только до 24 августа в Техновидео на весь ассортимент скидка 50% и не процентом меньше. Плюс подарки на 15% от стоимости покупки. Праздник продолжается! Напомню, что в нашей студии мы говорим о социальной политике, и у нас в гостях председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. Валерий Владимирович, ну и нельзя не затронуть, наверное, вопрос, который волнует всех. Это дошкольное образование, в частности, очередь в детские сады. Возможно ли её вообще ликвидировать и как? Возможно. И сейчас очень интенсивно этот вопрос решается. Я должен сказать, что задача, поставленную президентом страны, будет полностью реализована по моим подсчётам где-то до конца 2015 года. Что я имею в виду? Это общее количество мест, находящихся в очереди, на места в дошкольных учреждениях, и то количество мест, которые планируется, что называется, выдать на гора, построить. Надо сказать, что с настойчивостью мы добивались увеличения строки участия федерального бюджета в строительстве, потому что, в общем-то, вы знаете, это обязанности регионов, а не федерального центра. И, тем не менее, два года подряд 50 миллиардов рублей выделяется в помощь субъектам Российской Федерации на решение этой проблемы. И вот по нашим оценкам, тот всплеск рождаемости, который произошёл, его, что называется, мы должны полностью удовлетворить местами в детских садах от трёх до семи лет к концу 2015 года. Абсолютно реально, абсолютно по силам и с учётом того количества средств, которые выделены федеральным бюджетом и бюджетами регионов, эту задачу решить можно. Не можно, она будет решена, я больше, чем уверен. Что касается другой темы. Дети, которые пойдут в детский сад в возрасте от трёх до семи лет, через считанные годики они придут куда? Они придут в школу. Вопрос. А хватит ли у нас мест в школах? Поэтому сейчас надо, не затягивая этот вопрос, решение вопроса в долгий ящик, провести срочную инвентаризацию того, как справиться с наплывом этой ребятни уже школьной аудитории. Поэтому надо незамедлительно провести этот анализ. И если на сегодняшний день школы не смогут справиться с этим потоком поступлений в первый класс, а во многих регионах, вот у меня в Подмосковье, в Москве, и у меня жена учитель математики, уже видны тенденции, что вместо одного или двух первых классов уже появились и три, и четыре. А вот там школа, в которой учились мои дети, в этом году планируется пять первых классов. Это существенно, что только у пять первых классов. Поэтому это совершенно другая аудитория. Это и спортивный зал нужен другой, и вопросы питания надо решать. Поэтому мы, как законодатели, ставим этот вопрос при обсуждении бюджетов, для того чтобы регионы сейчас самым внимательным образом относились к этой теме. А возможно ли вообще, в принципе, вычислить, сколько понадобится места в детских садах и школах, допустим, через 10 лет, 15 лет? Как это всё планируется? Демография — это всё, естественно, это всё вещи прогнозируемые. Надо сказать, что на ближайшие 30 лет, по крайней мере, это задачи абсолютно просчитываемые, и они прогнозируются. Исходя из пролонгации проложительности жизни, у нас, вы знаете, за несколько лет, с 2006 года проложительность жизни увеличилась с 66 лет до 70,8 лет. Это уже говорит о чём? Раз проложительность жизни растёт, значит, и увеличивается нагрузка на всю социальную инфраструктуру. Поэтому демографы в этих процессах должны участвовать и создавать соответствующие некие, как вы знаете, технические параметры того, как должна выглядеть в этот момент школа, как должно выглядеть дошкольное учреждение в этом вопросе, и, естественно, как будет выглядеть будущая пенсионная система. То есть на настоящее время, как я поняла, демографы прогнозируют рост демографический? Пока, пока вот сейчас те ребятишки, которые с наплывом придут в детские сады, места, для которых мы с вами готовим, через некоторое время пополнят школу. Но потом начнётся демографический провал, так называемая демографическая яма. Это явление 90-х годов, оно тоже просчитывается, прогнозируемо. Поэтому в этом вопросе демографы тоже задают тон. Будет провал. Поэтому сделать нужно так, чтобы приспособить реальную потребность в школьных местах, в дошкольных местах, приспособить уже к изменившей ситуации, потому что через 10-15 лет начнётся спад рождаемости. И тогда скажутся невостребованными детские сады. Невостребованные места в детские сады. Опять может начаться то же явление, что было раньше. Детские сады займут ведомства и учреждения. Потом через какое-то опять 10-15 лет мы из этих учреждений будем выселять и опять превращать в детские сады. Вот для того, чтобы этого не было, должна быть применена более гибкая система. Надо развивать другие формы детских дошкольных учреждений. Вводить, может быть, элементы семейных детских садов, частных детских садов, небольших детских садов, семейного типа, для того, чтобы вот эти вот большие детские сады потом не превращались в эти пустующие аэродромы. Просто надо разные формы использовать. Ну и по поводу роста демографии. Что будет с материнским капиталом? Здесь у нас абсолютно чёткая и ясная позиция. Материнский капитал сказался на рождаемости. Он, что называется, позволил абсолютно чётко проявить тенденцию на повышение интересов и внимания государства к семье. Это не только материальные, хотя, естественно, хорошие материальные подспорья для молодой семьи, но, тем не менее, это некий, знаете, такой сигнал молодому поколению, что государство, долгосрочный сигнал молодому поколению, что государство ставит в качестве приоритета долгосрочную семейную политику и поддержку семьи. А это, вы знаете, для демографии, это, наверное, самый главный показатель. Это показатель устойчивости, показатель долгосрочности отношений, что эта политика не будет меняться. Ну а с точки зрения, так сказать, стратегической, что можно сказать, что у нас с нашей огромной территорией, с нашими огромными богатствами, и у нас, наверное, на сегодняшний день нет врага, более, так сказать, вредного для нас, чем наша демография. Потому что такая большая территория, и если она не будет обслуживаться населением нашей страны и уметь обслуживать свою территорию, это становится опасным. Жить вот в таком мире, мы видим, что происходит. Поэтому, безусловно, демография — это особая забота страны, это особая забота президента, особая забота законодателей. Поэтому материнский капитал есть, и я думаю, что он ещё долго будет служить интересам поддержки молодой семьи. И в этой поддержке, на мой взгляд, по-прежнему основным фактором будет, безусловно, решение жилищной проблемы. Это самое главное для молодой семьи — решение вопроса жилья. Будет жильё молодой семьи, меньше будет конфликтов, мы понимаем, о чём мы говорим в семье, и более спокойной будет и здоровой нашей нации. Ну а ещё какие меры, в частности, кроме материнского капитала, будут для повышения рождаемости жильё, материнский капитал? На мой взгляд, здесь нельзя ограничиваться только материнским капиталом, безусловно. Здесь должна развиваться, во-первых, система родовоспоможения, более раннего наблюдения за здоровьем будущих мам. Вот к чести вашего региона, я хочу сказать, что здесь очень прилично поставлена эта работа. И надо сказать, что во многих регионах сейчас реализуется программа строительства перинатальных центров, их уже построено 34, и сейчас утверждена программа по строительству ещё 32 перинатальных центров. И мы надеемся, что перинатальные центры будут играть не только роль оказать помощь в рождении слабеньких ребятишек, их выхаживания, но перинатальный центр – это высокотехнологический роддом, который позволяет наблюдать состояние мамы, во всех сроках беременности, и прежде всего следить за здоровьем будущего поколения. Ну и, наверное, здесь немаловажно будет сказать о том, что программы не только федерального значения здесь имеют место, надо, чтобы регионы также принимали участие в развитии программ. Как правило, каждый регион, кроме того же материнского капитала, который выплачивается из бюджета Российской Федерации, как правило, имеет свой маленький бюджетик и помогает семьям. Кроме этого, должны быть обязательно организованы специальные формы поддержки молодых семей. Это помощь при рождении детей, это помощь в обустройстве детей в детский сад, это вопросы трудоустройства мам, желающих продолжить работу, потому что мало кто желает сидеть три года с ребёнком, потому что мы знаем, как в этот динамичный мир меняется быстро всё, и квалифицировать начинается теряться и так далее. Квалификацию нужно поддерживать, переквалифицироваться быстро. И всё это происходит, происходить должно очень быстро и на глазах, что называется. Так что здесь разные формы поддержки должны быть, начиная от материнского капитала и кончая лекарственным обеспечением, санторно-куронным лечением, возможностью ребятишками с севера побывать на Чёрном море, как это я прочитал в вашей газете, как это произошло в этом году. Слава Богу, если так будет всегда. Валерий Владимирович, мы вам даём возможность обратиться к нашим зрителям. Если у вас есть какие-то пожелания, вы можете обратиться. Мне бы хотелось вас поблагодарить за гостеприимство. Хотелось бы поблагодарить вас за ту науку, которую вы даёте нам, законодателям, почувствовать, как организовать жизнь людей на севере, как это нелегко делать, но при этом вы это делаете, что называется, легко, непринуждённо. И такое ощущение, что вы так можете делать большие дела, несмотря на то, что и условия климата, и условия здесь проживания весьма-весьма сложны. И тем не менее, я не чувствую оторванности северян от центра. Я посмотрел, как организованы многие ваши объекты социальной сферы, объекты медицины, объекты дорожной инфраструктуры, вопросы, связанные с транспортом. Я хочу сказать, что во многих случаях, во многих случаях, можно сказать, что северяне такой хороший пример показывают, может быть, жителям южных регионов, центральных, о том, как вообще нужно работать, нужно ценить всё то, что делается здесь в регионе. Поэтому мои наилучшие пожелания. Хочу сказать, что идёт большая избирательная кампания в стране, президент формирует свою большую, что называется, камбанду, которой сейчас нам очень важно продолжить работу по всем тем социальным программам, социальным аспектам, не снижать внимание к социальным вопросам, ни в коем случае добиться того, чтобы вопросы экономического характера не пострадали в результате вот этих вот санкций. Я думаю, что справимся мы и с этими вопросами. Но хотелось бы сказать огромное спасибо за гостеприимство и пожелать здоровья и успехов всем северянам. Спасибо, Валерий Владимирович. С нами был Валерий Рязанский, председатель комитета по социальной политике Совета Федерации. Это актуальное интервью. Продолжение следует...